Даша, это твое любимое, это твое любимое место, поэтому тут сейчас... Ну-ну-ну, я тебя агитировать не буду, ты можешь физически посмотреть на себя. Тебя только увидят, сразу сделают все в 5 раз лучше. А мы решили у вас попробовать суши. Нам интересно ощутить этот аромат, этот вкус. Давай, может, сравним одинаковые типы суши. Ты хочешь одинаковые вкусы вспомнить? Да, мы же уже там заказывали кипят, давай сравним, чтобы у нас сложилось какое-то впечатление, реально. Ну давай, давай. Какие? Ты запомнил? Ну, мы видели что-то типа дракона, да, какого-то? Да, по содержанию скажи. По содержанию, значит, это был рис, это внутри была филе Филадельфия, только филадельфия, больше ничего не было. Потом рис и сверху красная рыба. Это первый вариант. Второй вариант у нас был в икре покрытый, красный икрон сверху. Там тоже была рыба внутри, да, тюнец был внутри, тюнец был внутри и огурец. Тюнец, огурец и, собственно, была красная филадельфия. Это второй вариант, а третий вариант был дракон, но, честно, я не помню. Горький, горький, там он получается в коричневой, да? Да, с этим самым, с угрем, да. Да, и унаги соус. Внутри там было то же самое, по-моему, да? Да, да, то же самое. Да, внутри был ее огурец, что-то красная рыба. Молодцы. Я думаю, это была красная рыба. Красная рыба была. Красная рыба была. Физимально аналогичные роллы, которые у нас есть. Это первое, что вы сказали. У нас Филадельфия с лососем называется. Внутри идет Филадельфия, икра, масса, и сверху покрывается лососем. Второе – это Калифорния, но у нас там еще плюс идет внутрь авокадо. И третье, что вы сказали, это Черный Дракон. Там идет огурец, лосос, и сверху покрывается... Ну вот отлично, все. То есть ты доволен, да? Да, я доволен. Я думаю, что мы возьмем точно такие же три варианта, и точно их попробуем для того, чтобы сравнить качество и вкус, собственно, этих роллов в разных местах. Время 13.38. Мы спорим так же? 18 минут. 13 минут. Леся Украинка. Леся Украинка, вот. Уже нормально. Следующее место, и можно уже будет коммуналку заплатить практически за эти деньги. Мне понравилось немножко душновато, немножко темновато. Темновато, да? Да, темновато, душновато. Но я думаю, что это место, где очень многие, наверное, люди берут с собой, то есть на вынос, не кушают тут, внутри. Важно, наверное, все-таки качество блюда, а не то, где и как оно подавалось. Да, мы заказали три ролла. И сейчас еще получим какой-то crazy fish с турцом в подарок. Сейчас 13.49. Мы ставили в 13.38, если через, получается, уже прошло 11 минут. Сейчас, если не принесут через 2 минуты, то опять выиграл Саша. Мне хочется, чтобы они делали быстрее, чем, как бы, чем, в принципе, принято, наверное, чем они привыкли делать. Чтобы они чуть-чуть быстрее это сделали, чуть качественнее возможно это сделали, чтобы как-то постарались. То есть 13.52, мы заказали в 13.39, да? То есть, получается, что 14 минут. Я на одну минуту, я на одну минуту, получается, опоздал. Это ролл у нас с икрой. Тут есть титунец, тут есть авокадо и, собственно, икра и рис. Так, это ролл у нас с угрём и с красной рыбой, с огурчиком. Последний ролл у нас с красной рыбой сверху, с сыром Филадельфия и тоже с икрой. Мой бы, который внутри. Да, я опять хочу зафигачить вот эту фотку. Мы сейчас её немножко подредактируем, она будет очень крутая. Я просто вот очень, я, в принципе, часто меняю мобильные телефоны, смартфоны, но сейчас я пока пользуюсь Samsung. Я не знаю, мне кажется, что... Знаешь, почему я им пользуюсь? Очень важная штука, почему я пользуюсь Samsung. Потому что здесь есть NFC, и я могу оплачивать товары через терминал, собственно, через телефон. Это очень удобно, кстати, Apple Pay пока ещё не работает в Украине, но вот NFC и Google Pay работают в Украине, и я достаточно рекомендую пользоваться такими устройствами. Это реально удобно. Мы популярны, мы опять в программе. Очень, кстати, ничего такого. Но, если честно, мне почему-то понравился соус, вот этот сверху, который соус на этом ролле, тут больше понравился в предыдущем месте в экваторе. Соус, да, понравился? Да, мне в экваторе понравился соус больше, но сам ролл здесь сделан более качественно. Здесь огурец нарезан такими тонкими ломтиками, здесь рыбка такая нарезанная достаточно удобная, классными такими тоже ломтиками. Здесь сверху... То есть она мягкая, то есть видишь? Да, она очень мягкая, очень сверху. Там она жёсткая, то есть ты берёшь и ты взял. Но здесь ещё мягче всё, здесь, кстати, очень мягкий рис. Я так понимаю, что в экваторе был рис, наверное, какой-то не свежий, что ли. Ну, как старый, да? Такое ощущение по именно вкусу. Как будто он где-то полежал какое-то время и потом... Ну, может быть, технология всё-таки риса разная. Или рис сорта... Ты же знаешь, сколько стартов риса много? Может быть, может быть, но здесь ещё мягче. Здесь вот прям... То есть, в принципе, тебе комфортнее жевать с амиролы здесь. Да, давай ещё второй попал, вот это вот с рыбой. С рыбой, да? С рыбой и Филадельфия внутри. А вот этот ром на 100% лучше именно в Азии. 100%. То есть здесь рыба более свежая по ощущению, хотя очень тонкая почему-то. А, то, что она на вид тоньше, чем в экваторе, да? Да, тоньше она на вид, чем в экваторе. Хотелось бы, наверное, толще и счёт. То есть это минус, да, что её мало? Я думаю... Ну, а визуально её кажется мало. Я думаю, да. Или там граммы разные, да? Да, либо граммовка какая-то, немножко не такая. Вот это у сокровой, да? Ну, здесь авокадо, огурец, икра и турец. Смотри, тут как бы тонца побольше, да, визуально? Да, визуально тонца побольше, авокадо есть. Сейчас мы его попробуем. Здесь он тоже лучше. Нет ощущения, что это пирожок с маком. Он не хрустит. И тоже очень, очень всё мягко. Мягко и вкусно. Я ставлю за это. То есть, в принципе, если сравнить сейчас экватор и Азию, я поставлю, наверное, на Азию, потому что тут просто вкуснее. Мы посмотрим цены, но по вкусовым качествам здесь лучше. Свежее и вкуснее. Я думаю, что тут важно. Вот в Азии делается как-то по ощущению с душой. Но рыбы мало. И соус почему-то не такой вкусный. Я не знаю почему, но там в экваторе соус это был вкуснее. Проиграть. Саша выиграл, кстати. Саша выиграл очередной раз. Я дважды выиграл. Вот я вот сейчас вот это буду пробовать. Бери. Я тут соуса вообще не чувствую. Не чувствуешь соуса, да? У меня тоже такое ощущение, да? Такое чувство, что соуса тут вообще нет. Да, да, да. Он такой настолько мягкий и не чувствуешь. Всё очень классное, очень свежее, мягкое и не с морозильника. То есть, видно, что из-за того, что тут целевая, чисто сами суши, получается, у них нет замороженных. Они уже готовы к тому, чтобы сделать клиент максимально качественно. Рыбы, ну реально, на вид очень мало. Да, очень мало рыбы на вид. Да. Ну, сейчас протестируем. Благодаря тому, что тут рис совсем другой используется. Очень мягко. Очень. Мне нравится. Я бы таких домой взял. Реально. Огурца просто немерено. Риса мало. Икры посыпали, не пожалели, да? Но там, мне казалось, только сверху посыпано, да, было? Ну да, там было больше так сверху. И там ещё был кунжут сверху. И он как бы грустел на зубах вообще меньше. Вот этот кунжут там просто был вообще не в тему. Это лучшее. Лучше. Из всего этого я выбрал бы это. Здесь васаби лучше. Более острее. Имбирь. Сам попробуешь. Имбирь, мне кажется, тут более сладкий, чем там. Угу, угу. Я бы, ну как бы, более, более тут кисловатый. Ну, масаби тут лучше. Можно счёт? Потому что мы спешим, нам интересно. Пожалуйста. Ну, давай распечатаем, что там у нас. Ну, уже приятно, что коробочка такая красивая. Да, коробочка классная. Такое ощущение, такая вот поработанная коробочка. То есть, как коробочка Apple, да? Да, да. Сейчас хочется открыть и думаешь, что там какие-то цветочки. Давай, открывай, открывай, уже интересно. Так, цветочки. Кстати, вот чек. Смотрите, тут руками написано. А всё-таки хотелось бы, чтобы он был, наверное, какой-то бумажный печатный. Ну, ты вообще разбалованный. Да. Сколько это у нас вышло? Тут ещё дешевле. Смотри, у нас получилось все три ролла 280. Ты нечестно считаешь, 4 ролла один в подарок получился? 4 ролла, да, кстати. 4 ролла за 285 гривен. Это вообще, это просто бесплатно. Это просто шаром. Да, это просто, фактически, практически бесплатно. Да, мы думали, что и в эквакуатор решают, да? Да, это 11$, получается. 11$, то есть, на 3$ дешевле, плюс ещё один ролл в подарок. Да, на 11$ мы, получается, покушали с 4 ролла на 11$. Это фантастическая цена. В любом случае, за 280 гривен 4 ролла. И тут я бы точно не сидел, я бы, наверное, взял бы с собой 4 ролла с удовольствием. Еще раз не перестаю удивляться Азию стилю, за 285 гривен мы получили 4 ролла с очень качественной, очень вкусной. И я думаю, что это лучшее ценовое предложение пока в Бойерке. Мне кажется, дешевле и более качественный продукт в виде роллов найти сложно.